всех приветствую ночная смена в работе автомобиль toyota highlander три с половиной литра возникла небольшая проблема у клиента заправили полный бак и перестал показывать датчик уровня топлива он упал вниз и внизу и завис так как система здесь довольно таки простая плане указателей первым делом я конечно полез топливную сборку чтобы туда добраться что нам потребуется по технологии надо разобрать большую часть багажного отсека снять сиденье и т.д. и т.п. но применяю обычный обходной вариант потому что половину машины разбирать обычно нецелесообразно откручивается левое сидение заднее поднимается вот таким вот образом на корячки с помощью вот такой вот импровизированной поперечины и дальше соответственно ведется работа с топливным насосом сразу я вам друзья скажу что в большинстве случаев вот эту гайку возможно подручными методами вам не удастся открутить если она с завода затянута иногда она сидит просто насмерть тойота выпустила целый бюллетень в котором они изменили приспособление для отворачивания данной гайки и там уже достаточно сложное приспособление с дополнительными элементами фиксацией и прочими новшествами вот я рекомендую эту гайку на всякий случай купить новую в данном случае я вот ее с трудом открутил но сюда уже лазили она не была так сильно затянута но как практика показала я уже много машин сделал по регламенту менял топливные фильтры на данном автомобиле в 90 наверное 9 случаев гайку приходится спиливать пополам вот так вот и распиливаешь и потом уже только откручиваешь так что берите на заметку я рекомендую гайку все-таки приобрести новую на всякий случай ну и дальше переходим к нашей сборке топливного насоса для отворачивания вот такое приспособление я использую универсальное если получится я еще наверно приобрету специальное приспособление фирмы gtc она у них на сайте есть для тойотовских гаек но пока в заказе не было если в заказе появится я наверно его закажу потому что она именно под тойотовской гайке сделано и ложится вот так всей плоскостью маленько другая конструкция приспособы это приспособка все-таки она не очень плотно сидит и срывается сегодня я вот уже чуть-чуть палец себе повредил из-за этой приспособой она сорвалась с гайки кусок на гайке отломился и получается тут у меня палец неудачно встречался с приспособлением но бывает куда деваться работа с железом идет в общем достал я топливную сборку визуально тут было все в порядке обычно от удара вот этот датчик он со свое место слетает он здесь на защелочки держится такая вот защелочка и он может слететь от ударов по баку в данном случае все было на месте я почистил контакты дорожки почистил специальным составом для электроконтактов для чистки электроконтактов также подогнул здесь контакты разъема снова все назад подключил в тестовом режиме у меня датчик заработал сейчас буду все собирать назад и дальше протестирую что к чему может быть вот здесь фишки был плохой контакт разъемчики тоже здесь подогну вот эти лапки маленькая отверточки подгибаются чтобы плотнее сидели возможно плохой контакт точных причин пока нету но самая вероятная причина того что слетел именно датчик она не оправдалась вот друзья берите на заметку для замены топливного насоса либо топливного фильтра на автомобиле toyota highlander можно выкрутиться вот таким вот нехитрым образом ну и ковролин приходится чуть-чуть подрезать вот здесь чтобы его можно было сюда отодвинуть но ничего страшного в этом нету закрывается все это сиденьем и никаких проблем в дальнейшем не доставляет чем спасибо друзья за внимание продолжаю работать до новых встреч всем удачи счастливо